Друзья, привет! Вторая тренировка. Я надеюсь, что после первой тренировки вы почувствовали легкую крепатуру в ногах, мышцах пресса и спины. Может быть, даже еще чувствовались грудные. Сегодня я вам чуть-чуть усложняю задание. Мы тоже сегодня будем работать на все мышечные группы, но упражнение будет более сложное, координационное, крепатура будет пожестче. Итак, упражнение номер один. Мы с вами выполняем приседания, одна нога выведена вперед. Я включаю таймер и вы со мной. Сегодня мы добавляем плюс 5 секунд. Мы будем делать 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. Готовьтесь. Время. Итак, смотрите. Мы сначала выставляем левую ногу вперед на уровень задистоящего носка. И выполняем с вами приседания до уровня, встану так, чтобы вы видели, когда таз будет ниже коленки. В процессе выполнения тяните с тазом назад и старайтесь за счет ягодичных мышц выталкивать себя вверх. В верхней позиции можете напрягать ягодичную мышцу сзади стоящей ноги. Вы помните, как и в первом ролике, я говорил, что вы не должны висеть на руках, вы должны остаться на ногах. 45 секунд на одну ногу, 45 секунд на другую. В таком же темпе, как и я. Вниз вдох, вверх выдох. Вниз вдох, вверх выдох. Грудная клетка раскрыта. Выполняем 45 секунд. Есть. Упражнение номер один. Есть. Дальше. Упражнение номер два. Включай таймер. Готовьтесь. Мы сейчас будем делать выпады. Время пошло. Только задистоящая нога не касается пола. Это второе упражнение. Выполняем выпад назад. Обратите внимание, задистоящая нога не ставится на пол. Это создает еще большее напряжение в работающей мышце. Я поменяю ногу. Вы посмотрите. То есть, концентрируйтесь на той ноге, на которой вы стоите. И за счет ягодицы выталкиваете вверх и напрягаете в обязательном порядке ягодичную мышцу. Грудная клетка раскрыта. Вдох. Выдох. За счет ягодицы, бедра выталкиваете себя вверх. Взгляд перед собой. Голову не задирать. Смотрим вверх. На стропах не висим. Есть. Упражнение номер два. Мы закончили. Упражнение номер три. Мы сейчас с вами будем делать наклоны на одной ноге. Для ягодичных мышц. Для задней поверхности бедра. Грудная клетка раскрыта. Тянемся тазом назад. Стоим на одной ноге. Нога, на которой вы стоите, находится напротив точки крепления. Поехали. Таз назад. Таз вперед. Тянемся тазом назад. Контролируйте, чтобы пятка не отрывалась от опорной ноги. Грудная клетка максимально раскрыта. И тянемся назад. Вперед. В нижней позиции вы должны чувствовать растяжку задней поверхности бедра опорной ноги. 45 секунд. Очень хорошее упражнение и для формирования красивой осанки. Таз назад. Таз вперед. 45 секунд. Все то же самое на другую ногу. Есть. Выполнили. Дальше. Мы сейчас с вами будем делать упражнение. Приседания спринта. 45 секунд. Максимальная длина строп. Разворачиваемся. ТРХ под грудь. Мы становимся под углом 30-40 градусов. ТРХ под грудью. И выполняем полный присед. 45 секунд. Вверху зажимаем ягодицей. Давим на стропы. Ноги уже должны гореть. Грудная клетка раскрыта. Вниз вдох. Вверх выдох. Обратите внимание на мою спину. Спина прямая. Макушкой тянемся вверх. Голову не задирать. Стропы находятся под грудью. Уже начинают ноги чувствоваться. Вниз вдох. Вверх выдох. 45 секунд работы. Не забывайте дышать. Это очень важно. Выполняем. Движения. Секунды последние. Есть. Еще одно упражнение на ноги. Потом пойдем наверх. Все то же самое. Остаетесь в этом же. Под этим же углом. Время пошло. Только смотрите, что мы с вами делаем. Чуть-чуть запустим пульс. Встали под углом. И у нас с вами бег на месте. Контролируйте, чтобы ТРХ оставался под грудью. Руки не должны быть здесь. Потому что вы будете чувствовать дискомфорт в передних дельтах. 45 секунд. Давим на стропы. И бежим. Дышим. Поднимайте колено максимально высоко. Вы уже через 20 секунд почувствуете, что пульс будет где-то 120-130 ударов. Дышим, дышим, дышим. Держим пресс. Поднимаем колени максимально высоко. Оказывайте давление на стропы. Вот дам уже это последние секунды. Чувствуете пульс, да? Я уверен. Есть. Отпускаем. Сейчас ноги пусть отдыхают. Идем поверху. У нас с вами Т-образное отведение рук в сторону. Упражнение для проработки задней поверхности плеча, средней части спины. Я включаю таймер. И мы работаем. 45 секунд. Смотрите. Грудная клетка раскрыта. Живот втянут. Разводим руки по широкой дуге. Вдох. Выдох. Обратите внимание, что мое тело и ноги составляют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Живот напряжен. Макушкой тянемся вверх. Руки разводим по широкой дуге. Постарайтесь четко выполнять, как я. В том же самом темпе, в такой же технике выполнения. Руки в локтевом суставе зафиксированы. Вдох. Выдох. Разводите руки по широкой дуге. Вот так. Я уже чувствую, как нагревается мой плечевой пояс и мышцы спины. Вдох. Выдох. Следующее упражнение для проработки широчайших мышц. Готовы? Вы помните, что мы делаем один круг, отдыхаем чуть-чуть и потом выполняем второй. Итак, смотрите. Следующее упражнение для проработки мышц спины. Становимся вот по таким углам и давим руки вниз. Грудная клетка раскрыта. Вниз вдох. Вверх. Выдох. Вниз вдох. Вверх. Выдох. Если сложно, поставьте одну ногу вперед и выполняйте вот такой перекат. Вот сюда. Вдох. Выдох. Грудная клетка раскрыта. Вы тянете руки максимально назад, тем самым сокращая мышцы спины. Вдох. Контролируйте нейтральное положение, чтобы поясница не проваливалась и не выходила вперед. Все время держите живот напряженным. Сюда. Очень чувствую мышцы спины. Надеюсь, что вы их тоже чувствуете. Следующее упражнение для грудных мышц. Не расслабляемся. Максимально длина строп. Будем с вами делать сжим от грузи. Вот исходное положение. Подкрутили таз. Макушкой тянемся вверх. Максимальная длина строп. Выполняем сгибание рук. Опускаем тело вниз до чувства растяжки грудных. Выдох. Вниз вдох. Растяжка грудных. Выдох. Обратите внимание, что нейтральное положение соблюдается всегда. То есть живот втянут. Ягодичные мышцы напряжены. И за счет грудных. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрите на мои руки. Я никогда их полностью не распрямляю. То есть руки в локтевом суставе всегда слегка согнуты. И за счет грудных мышц вы возвращаете себя в более вертикальное положение. Есть. И давайте сделаем с вами еще два упражнения. Два упражнения. Одно на мышцы пресса, а другое на мышцы поясничного отдела. Мы с вами делаем подъем туловища лежа. Я включаю таймер. Готовьтесь. Так же быстро, как и я. Вы должны учиться быстро принимать различные исходные положения. Террикс вертикально. Погнали. Руки над головой. На выдохе потянулись к носкам. И медленно вниз. Вдох. На выдохе к носкам. Обратите внимание, что когда я опускаюсь, мой позвоночник становится гибким. То есть я мягко каждый позвонок расстеляю по полу. Вдох. На выдохе потянулись. Медленно вниз. Вдох. На выдохе тянемся. Если вам сильно сложно, сделайте более легкий вариант скручивания. Вот таким образом только подвиньтесь немного вперед. Но я уверен, что подъем в туловище у вас получится у всех. И таким образом бомбим. Можно так. Тоже как вариант. Есть. И еще одно упражнение. Это упражнение называется развивание спины сидя. Выглядит оно вот так. Время пошло. Смотрите. Приподнимаем таз и выталкиваем вверх его. Таз под плечи. Вверх. Старайтесь в верхней позиции выйти в положение, когда ваши ноги и туловище параллельно полу. Также это упражнение такой, скажем так, тест на гибкость вашего плечевого сустава. В верхней позиции смотрим вверх и выводим таз вперед и вверх. Исходное положение. Конечное. Для укрепления спины и мобильности плечевого сустава очень-очень крутое упражнение. После того, как вы выполнили, опустите себя на ягодицы и можете сделать вот такую растяжку. Опускаете голову, тянетесь вперед или за носок. И в обязательном порядке вернитесь на первый ролик, посмотрите упражнение на растяжку и повторяйте после каждой тренировки упражнение на растяжку. Это мы с вами выполнили один круг из вот этого большого количества упражнений. Ваша задача выполнить три круга. Выполнили один круг, пару минут отдохните, попейте воды и так же само прогоняйте второй круг и третий. И в обязательном порядке мне нужны от вас комментарии, как вы себя чувствовали после предыдущей тренировки. Может у вас есть какие-то вопросы, я в обязательном порядке буду отмечать. Тренировка номер два закончена.